Давайте посмотрим, что нам нужно для бисквита. Здесь у меня уже белки, сахар для белков, желтки, сахар для желтков. Здесь мука, какао, разрыхлитель. Вот здесь растительное масло. И обратите внимание, здесь цедра апельсина. Я заранее натерла, чтобы масло было апельсиновое такое. Здесь шоколад. И здесь я приготовила показать вам, что я буду использовать для крема. Вот такой творожный сыр и сливки белорусского производства. Будем с вами пробовать. И у меня какао вот здесь. В этот раз я использую какао малазийский. Хочу его попробовать. Он намного дешевле получается какао баре, но говорят, что по качеству нисколько не успевают. Будем пробовать. Для начала мы возьмём сахар, добавим к белкам, к желкам. И нам нужно будет взбить и белки, и желтки. Всё, мы взбили желтки. Мы взбили меренгу. Она стала достаточно плотная. Пока уберём это в сторону и займёмся шоколадом. Шоколад нам надо растопить. Можно на водяной бане растопить, можно в микроволновке. Растопили шоколад. Добавляем сюда растительное масло с апельсином. Сейчас это аккуратненько с вами перемешаем. Вот, посмотрите, видите, очень шоколадная такая ароматная масса получается. Теперь берём желтки. Отправляем сюда шоколад с маслом. И лопаточкой это перемешиваем. Всё размешали. Сейчас можно уже включить духовку. Разогреваться до 175 градусов. Нам осталось только соединить все части теста. У нас здесь сухие компоненты. Здесь шоколадные. И здесь меренга. Всё соединяем. Сухие компоненты здесь, ещё раз напомню, мука, какао и разрыхлитель. Слегка перемешиваем. Чтобы всё было равномерно распределено. Берём сито. И просеем сухие компоненты. И теперь аккуратненько снизу вверх будем всё перемешивать. Всё, тесто наше готово. Нам понадобится форма. Форма у меня 16 см. И высота 10 см. Выкладываем тесто. Духовка у нас уже разогрета. И отправляем в духовку где-то на 35 минут. Берём свежую смороженную вишню. И здесь у меня сахар. Нам с вами сейчас нужно, чтобы вишня разморозилась. И сахар полностью растворился. Периодически надо помешивать, чтобы ничего у нас не пригорело. Вот так вот доводим ягоды до кипения. У меня стоит на маленьком огне. Я воду не добавляю. Потому что в ягодах и так очень много будет жидкости. Вот видите, сколько сиропа. Ждём, когда у нас закипит. И проварим 2-3 минутки. Ягоды нужно проварить. Вишня у нас готова. Я подготовила кольцо. Обтянула его плёнкой. Здесь я замочила желатин. У меня листовой, но можно использовать и пирожковый. И нам понадобится ручной блендер. И нам нужно сделать пюре. Теперь. Вишня у нас очень горячая. Даже пар идёт. Прямо сразу её надо пробивать, чтобы желатин растворился. Хорошенько размешиваем до полного растворения желатина. Выливаем пюре. И отправляем в морозилку на 2 часа. Бисквит испёкся. Он у меня пробыл в духовке 40 минут. Теперь должен остыть. Его заворачиваем в плёнку и убираем тоже в холодильник. Вообще, все начинки и бисквит лучше выпекать накануне сборки торта. А мы с вами делаем вишнёвый мусс. Здесь у меня сироп, который остался от ягод. Здесь сливки. Жирные сливки 33%. Белый шоколад. Здесь у меня замоченный желатин. Нам понадобится также блендер и опять кольцо. Я его также обтянула плёнкой и поставила на тарелочку. И для начала мы поставим сливки в микроволновку и доведём их практически до кипения, но не кипятить. Горячие сливки выливаем на шоколад. И с помощью лопаточки будем помогать, чтобы у нас шоколад с вами растопился. Сироп тоже уже остыл. Его тоже нужно подогреть, чтобы он был горячий, но не кипел. Сироп хорошо нагрели. Он не кипит, но пар уже идёт. Отжимаем желатин. И нам нужно, чтобы он растворился. Теперь берём чашу блендера. Отправляем сюда сливки с белым шоколадом. Вишнёвый сироп с желатином. И надо хорошенько пробить с помощью блендера. Пробили мусс. Я его вылила в чашку и отправляем его в холодильник. Как вы только увидите, что масса загустела. Вот видно, да? Её ещё раз надо пробить, чтобы она была воздушная и без комочков. И уже отправим в кольцо. И в морозилку замораживаться. Теперь выливаем. И сразу же отправляем в морозилку. И давайте посмотрим, какой бисквит у нас получился. Вот такой он пушистый, лёгкий, ровненький. И супер шоколадный. Всё надо хорошо остудить. И бисквит, и начинки. И уже будем готовить крем и собирать тортик. Ещё раз покажу крем-чиз. Вот какой он стабильный, какой хороший. И у нас всё готово. Мы собираем тортик. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...